ZXC и ZXC, как же они всех задолбали, на любом рейтинге будут окружать эти гули, но не стоит расстраиваться, всегда можно затроллить SF в ответ. Заходим на Epic Wood, стратегия называется «Не смейся надо мной», открываем кейс на смешек и выбиваем прикол на SF, чтобы в миду глумиться над противником. Что еще нужно настоящему мидеру? Правильно, варды! Ищем кейс вардов за 29 рублей, лутаем оттуда зимний вардецкий, а весь ширп, что выпал, грейдим в апгрейдах. Потратил я на кейсы около 800 рублей, но с ширпа получил аркану. Попробуй и ты, введя наш промокод, ты получишь плюс 15% к депозиту. Удачи! Привет, друг, ты на канале Смотри и Учись, и сегодня у нас гость. Это Этернос Адне, стример, ссылка на него будет в описании. У этого игрока было максимум 9500 рейтинга, и время от времени он качает аккаунты, вплоть до 9000 ммр с огромным винрейтом. Например, вот этот аккаунт, уже проданный, он качал его до 6500 с винрейтом 90 с копейками процентов, и это какое-то абсолютно невероятное число. И на его примере научимся разбираться на кейре в этом патче. А также, очень важный момент, то что ты можешь мне в любое время перебивать, это не будет считаться чем на этом манерном. И всем приятного просмотра, тебе слово. Да, всем привет, все правильно я сказал. Сегодня посмотрим на игру на арквардне. Скажем, очень рад, что попал на этот канал. Можем изначально смотреть, что когда добиваешь хрипов лучше стрейфиться, а не с этой мести. Это вот сразу нужно уточнить, чтобы было понятно, почему я так двигаюсь. И сразу скажу, для чего купил топорик на арквардне. Для того, чтобы прорезть деревья. Для пулов и для прохода, для саппорта. А ты регулярно прям топорик на арке берешь? Да, я пацан беру топорик на арквардне, он сильно помогает. Это очень интересно. Ну и момент тоже, который мы с тобой обсуждали отдельно, который еще, когда только познакомились. Я у тебя сразу спросил. Когда вообще можно пикать арквардна? Потому что бывает такое, что ты проигрываешь линию, и тебе просто некуда встать, и стоишь четвертого уровня в лесу. Как таких ситуаций избежать, когда нужно пикать арквардна? Я думаю, что арквардна может пикать только тогда, как ты видишь, у тебя сильный саппорт, и ты сможешь фармить на линии хотя бы до медаса плюс-мод шторма. Есть вариант уйти в лес одним медасом, но это, скажем так, очень бьет по экономике команды. По-хорошему ты должен видеть уже вражескую четверку. Почему тут был пикнут аркварден? Потому что видел шейкера. Шейкер сам по себе очень слабый лайнер, и я понимаю, что я почти с любым саппортом смогу стоять плюс-минус хорошо. А какие вот еще и слабые четверки? Это чаще всего гулящие, ведь вот шейкеры, тиние, спириты, которые хотят в мид уходить? Да-да-да. Это четверки, у которых очень маленький килл потенциал. Самая такая четверка, которую можно выделить, как слабую, на примере, которой можно определить всех других четверок, это Аникс. У героя вроде есть Сан, есть очень много садов, на самом деле их апориген, но на линии все, что он может сделать, это просто бить с руки. Это то же самое шейкер, у него есть стан, у него есть фиссура, который можно закрыть. Есть килл потенциал, но это точно не для излиния. Это можно выйти в мид, за который тюрунул и убить вражеского мидера. Но тебе на линию он почти ничего не делает. По сути, практически любой миличник слабый против арквардна. Разве что клокверк может очень много проблем сделать. Какая-нибудь комбинация Веспен Дайнги, вот такие вот. Резин Дайнг тоже миличник. Да, Дайнг тоже миличник, но он дайнг, на самом деле, может очень много взять проблем из-за тамбы. Потому что аркварден не имеет эскейпа вообще. А вот именно хардеры, какие самые опасные? Вот предполагаем у тебя Леспик, против кого ты не рискнешь, блядь, аркварден, даже если четверка. Ну пускай тот же шейкер. Марс, Марс, очень сильный хардлайнера. Во-первых, у героя есть щит, которому он может сейвить тиммейтов в файте. У героя есть арена, которому он может отзонить как своих тиммейтов от тебя, так он может отзонить и... Ну скажем, тебя от твоих тиммейтов, чтобы тебя убить. Крюс из копьё, стан, опять же, варквардна нет эскейпа. И замедление щита, ну от русского. То есть это прям идеальный герой против арквардна. Значит ситуация произошла, грим на отводы в этой шоу, ты при этом не спрятался сразу под вышелых целиния вроде в ту сторону. Это ошибка или ты прям уверен в себе? Арквардна очень световый герой, ну очень маленький шанс от того, что я умру. То есть почти в любой момент я вот могу взять, как сейчас я сделал, я просто закрылся от шейкера щитом под текстурами. И... Вот, умереть очень сложно. Вот сейчас, кстати, какое решение принимать? Линия идет в сторону противника, у тебя мало ресурсов, просто на базу побежишь на 285. Да, просто на базу побегу, потому что купить фласку, купить кларти, это не очень выгодно. Ты будешь встать, ждать курьера, ты не можешь подойти к крипам, при этом линия пушится. Удобнее всего сходить на базу, крипу умру под вышкой и ленина счет пушится твою сторону. Участный на боковые линии посмотрел, надеялся, что возможно тишлайн, где можно встать, лидность бота. Нет, нет, я оценивал, скажем так, ситуацию в других линиях, потому что мне нужно, примерно, знать, чтобы учить пять минут в игре. И по поводу прокачки, это же спарк на двойку, он ситуативный, Юлия? Ты всегда максишь в парке, ситуативно брать второй скилл и первый скилл, то есть можно взять первый скилл вообще в двойку, условно, да? Но нет смысла брать на этой линии, потому что ты слышишь, пусть это хантер, хантер сбросит пассивкой, плюс почти любой милишник, он стоит около крипов. Есть вариант, например, на линии с тускаром, кстати тускар это самая сильная пятая позиция под арквардена, ты берешь щит на первом уровне, просто кидаешь от тускара, у него повышенный атак спид, и он как бы больше наносится дэмэджа. Но третий скилл ты максишь всегда, потому что твой основной пар потенциал иллюзий. На самом деле я вот сколько прошли ковиде на арквардне к седьмому уровню у всех первых четыре. Это... Но ты с этим не согласен? Я с этим полностью согласен. Возможно, ты имеешь в виду мейдов харкварденов, тогда это имеет смысл. Но вот именно... Но до бы харкварденов у брошников я вообще не вижу. Вот именно на керри, сколько я не знаю игроков, никто абсолютно не макс первый скилл. Может, я просто не замечал этого, но... Это невыгодно, потому что ты все равно уходишь в лес, а фармить первым скиллом в лесу ты не будешь. Отчетую, спасибо. Еще, кстати, вопрос про стики. Вот линия шейкер тает, ты сам говоришь, аркварден герой статовой, жирный. Огромный прирост силы, базовые атрибуты тоже хорошие. Не хочется стиками дополнительно укрепиться, чтобы не играть настолько на то, как было всех двух ситуаций? Там буквально на тычку на две больше, и ты бы был мертвый. На самом деле стики это отличный выбор, который приспочит в каждой игре. Но тут есть вот такое небольшое отличие в том... Кстати, ошибка, я плохо с парки вставил. В том, что я хотел купить побыстрее мидас, потому что я знаю, что я не смогу на этой линии в скором времени стоять. Мне нужно быстрее купить мидас, чтобы он быстрее окупился. 200 голды на линии, там где ты, условно, можешь скоро не фармить, учителей решают. Обводы расходников. Вот предполагаем ты на каком-нибудь рейтинге 1004. Ты уточняешься саппорта заранее, что него требуется там в пасках и так далее. Или ты стараешься сам закупать? Если рейтинг повыше, то я буду уточнять. Если рейтинг пониже, то лучше саму закупить, потому что это может быть лишняя ссора, которая не нужна. И вот Майл-то ботинка. Это же решение такое. Ботинки надо помогать спастись, когда тебя в той же тройке пытаются загонкать. Ты как часто Майл-то ботинка покупаешь. Потому что я это вижу. На хммр постоянно чем ниже рейтинг, тем больше вот этих ботинков. Даже иногда до мидаса. Объясняю. Ботинок ты берешь, когда у тебя очень большой килл потенциал на линии. Как минимум, потому что ты с ботинком можешь сдавать хит энд рани, так сказать. Ты и даешь тычку, подбегаешь ближе. А молнии ты берешь тогда, когда, опять же, ты знаешь, что рано или поздно ты на этой линии не сможешь стоять. Например, этот хантер очень сильный лейнер. Рано или поздно мне прогонят с линии. А вот с молниями я могу бы спокойно уйти в тройку и фармить энд шинтов. Ну и по поводу ухода с линии. По какой причине, например, ты до сих пор здесь? Потому что получается или ты стараешься подольше стоять на арке? На линии какие шансы дтп шнуться на топ? Сломать там табор, например. Бывает ли такое на арке керя? Или чаще всего нет? Конечно, бывает, как ты можешь попасть со самой тавера, но это обычно колл мидера. Сам по себе, ты как герой, ты очень слабый в начале. Почему я стою до сих пор на линии? Потому что в идеале, в идеале, уходить в лес после молнии. То есть, ты уходишь в лес после мидаса, только когда прям, ну, очень все плохо. Но, опять же, если у тебя плохо даже до мидаса, ты порсишь мидера уйти на другую линию и гангать, а сам становишься мид до мидаса плюс молнии. То есть, если не пошло, если проигрываешь, то нужно именно мид выкрашивать? Да, потому что мид, условно, самая безопасная линия, ты всегда знаешь, когда тебе выйдут. И очень редко на рейтинге, условно, до 8 тысяч, выйдут мид с 4 героя до 10 минуты. То есть, ты всегда будешь снять фармить. А по поводу древних, они только начиная с мэйла убиваются. Они убиваются. Продожи. Они убиваются и с мидасом, но слишком много времени на это тратишь. А билд через ПТ тебе, как, например? Есть билд через ПТ, условные барабаны. Это, скажем так, боевой билд. Я не беру, когда качаю каунты ПТ, просто потому что в Доту выиграют сейчас, вот именно в этом рейтинге, не те, кто дерется и убивает, а те, кто фармит. Чем больше ты раскачаешься, тем сильнее ты будешь, как герой. То есть, ты через ПТ вообще никогда не играешь или на хай ММР? Только на хай рейтинге в ситуации, когда линии проиграны. Вот сейчас мы вроде видим, да, что линии довольно-таки сложно в сфере мои тиммейты. У них все довольно-таки плохо. 2000 летворца на 12 минуте вроде не так много, да, но снова же. В команде с Арквардом, у которого даме удастся, это очень плохо. Мы должны выигрывать по нетворцу. Вроде нет один вышки на топе. Но в приоритете я понимаю, что они сейчас будут нас давить. И поэтому качаю тройку, надеясь побыстрее фармить травела, чтобы спутить линии, чтобы не дать им засакаться на одной линии и с ассином Т2. На счет по поводу Майла, в этом патче понятно, что это топ-1 айтем. А вот, например, в 7.27 ты играл на Арке? Если да, то через постовую МФБшку или все так же через Майл? Даже в 7.27, если не ошибаюсь, играли через Майл Шторм. Просто потому, что это артефакт, который увеличивает очень сильно фарм. И в будущем она опыта Мьёльнер. Мьёльнер позволяет быстрее фармить линии. То есть дальше их пушить, ты кидаешь на крипа. Это заканчивается иллюзией Мьёльнер. И линия курса еще дальше. Плюс быстрее. Плюс Аркварден очень сильно зависит от такспида. У героя довольно-таки его мало. У него много урона, у него есть способности для нанесения демеджа. Но такспида нет. А МКБ обычно покупается после Майлера. Ну это по поводу рейсбендов еще. В том же 7.27 патча, когда рейсбенды стали броню давать. Многие массово начали покупать по 3 рейсбенда. К этому как относишься? В рейсбенды, ну количество рейсбендов зависит от сложной средней. Но лично я в последнее время заметил, что, скажем так, наиболее выгодно вообще их не покупать. Ты будешь быстрее фармить. Но если линия сложная и без рейсбендов ты не сможешь осветить ее, то 2 рейсбенда это если линия обычная, 3 рейсбенда если линия нереально сложная, ты не можешь без них играть. На нереально сложной линии многие захотят наоборот. Меда зараживает все бабки в него вложить или 3 рейсбенда это когда они могут именно что-то поменять. 3 рейсбенда тогда, когда тебе нужно будет драться. Ты знаешь, что тебе не дадут пофармить мид, тебе не дадут пофармлению. Тебе зайдут в тройку и тебя убьют. Ты вынужден купить 3 рейсбенда, это будет очень много садов, и ты можешь словно убить героев на хардлении и снести товар. И освободить себе какую-то территорию. Я теперь понял, спасибо. Я по поводу прокачки тоже очень интересный 144. Ты всегда так на перекачаешь все именно в фарм или... Нет, опять же, это все абсолютно зависит от ситуации. Второй скилл, он дает возможность очень быстро фармить, потому что длительность увеличивается так спид и подобное. Первый скилл ты берешь, когда нужно файтиться против милишников, которые не будут ходить вместе. То есть я, например, прекрасно понимаю, что мне первый скилл ничего бы не дал на линии, поэтому он в 1. Я ушел в лес, стало не таки рано. И я понимаю, что мне сейчас нет смысла брать флюкс в 2. Я лучше замахшу второй скилл и буду быстрее фармить тройку. Например, даже если я не ошибаюсь, я талантов взял после того, как я вкачал щит в 4. Хотя, казалось бы, талан дает очень много. Вести радиуса это очень много. А 200 радиуса это лучше, чем один скиллпоинт? Первый скилл. Да-да, это лучше, чем один скиллпоинт. Потому что ты флюкс кидаешь не так для урона, как для замедления. Именно... Произвать процентов как-то жалко двигаться. Ну, 20% это один флюкс. Ты же кидаешь 2, это 40%. Кстати, действительно, я, кстати, буквально год назад узнал, что замедление от них стакается. Может, раньше не стакалось, поэтому мне так казалось. Это по поводу Мьелнира? Про Вильнир, что думаешь? Глепнер. Скажем так, что я осознал после определенного количества игр на архвардне. Мьеллер, ты покупаешь всегда, когда ты единственный физ ДПС-скор. Если ты единственный физ ДПС-скор, то Мьеллер в 100 раз лучше. Потому что твой единственный шанс наносить очень много урона с руки. Клепнер обычно покупается в мах-билдах или в билдах, где у тебя есть, ну, скажем, условная медуза на меду, да? И тебе нужен контроль дополнительный. Я вижу, что у меня есть пак с рим-колом. Я вижу, что у меня есть стендкинг со станом. Есть срок, который будет так же самым продлевать стан. Я лучше закуплюсь на атакс-пит. Скажем так, процентов 80 игр, Мьеллер будет лучше на керри. Но на меду, на меду, лучший глупнер. Вообще, медоваяркварден это не руин, это прям архи-жадный мидер. Или это берется именно под активных керри, под, там, под леканом, под имперспиритом. Да, обычно это берется под активных мидеров, потому что-то очень жадно. Но, опять же, есть вариант взять условные барабаны, спт и пойти драться. Но, я бы не сказал, что сильный архварден. Но, так же, ну, не очень жадный архварден, который играет через лепнер и огнем. Потому что ты выносишь архварден очень рано для тебя артефакты. Ты можешь драться почти с пятой минуты. Ты получаешь шестой уровень. У тебя есть очень сильный прокаст. У тебя сильные спарки. У тебя есть серный флюкс. Ты можешь пойти драться. Но, опять же, если жадный кор, вас задавят сто процентов. И на мизе получается максица первый. Максица первый после спарка. Есть вариант, когда можно взять сначала 3+, но в 4 я не видел, что вообще брали. Потому что, опять же, фарм, фарм уменьшает очень сильно. А, кстати, вот ты сейчас чуть ли не в кусты спрятался, хотя у тебя был одновременный обзор на все герои от противника. Это ты не посмотрел этот момент? Потому что ты вот когда лишь рака бил, мне показалось, что это потому, что ты видел все герои. Там есть мертвые на всех остальных вижен в твоем лесу. Или ты просто на мужика решил сыграть? Учитывая, как потом убегал. Смотри, у меня не было манно-телепорт. Я знаю, что я убил лишь рака и, возможно, кто-то нажал телепорт. Там есть колба, там есть сонный шейкер и сонный от Эдхантера, кто может начать телепорт. Я лучше не буду рисковать и спрячусь в лес, потому что все равно я ему телепорт уже сразу. Вот. Или бы меня убили, примерно, так же самого через условно Эдхантера если взяли телепорт на аванпост. Лучше не рисковать. Лишний риск не стоит. Скажем так, игра не стоит свеч. Еще по поводу Арквардена и Медуза и Крэм понимаешь, что Арк это по сути контрпик доза. Пускай они не самые лучшие из, но Арк гораздо лучше этого героя. Да, в глубоком лете Аркварден перебивает Медузу, кибер артефакты у нее не были куплены. Но темповая Медуза, который купит фаз бабочку может на самом деле закончить против Арквардена очень быстро, потому что он зайдет на хайграунд и Аркварден ничего не сможет сделать. Опять же, Аркварден очень тонкий герой по соотношению к Медузе, а Медуза очень много физдамеджа, особенно под ультимейтом. Еще по поводу этих ситуаций, какой-то темповый герой ламп активеных играм, вот Арк с Милниром уже по сути ни хрена не делает героем БКБ. То есть у тебя Милнир БКБ не работает, первый не работает, третий не работает. Есть какие-то приемы против большого количества БКБшек на агрессивных героев? Ты обычно покупаешь Мюлнир абсолютно не для урона по героям. Ты покупаешь Мюлнир, чтобы быстро распределить линии, быстро фармить и был атак спид. На урон ты покупаешь дальше артефакты. Это опять же такой-то Дейдаус, МКБ, возможно даже в Скаде, для того, чтобы был контроль минимальный под этот урон. А кепистолу, кстати, как иначе на Аркварде не раз мы про контроль заговорили. Я намного больше люблю Эпистол, чем Хекс. Во-первых, у Эпистола есть пассивка, которая иногда может выиграть игру. Но Хекс условно лучше против думаю Сларка, потому что ты не очень сильно хочешь с ним контактный бой. Но против Шторма, например, всегда Эпистол. Никогда Хекс не покупаешь, всегда Эпистол. Потому что Штором всегда покупает БКБ, практически Линку, А Эпистол может забашить стычки. Забашил, выиграл. Плюс две активки Абисон. Под поводу магического билда ветка спарков на 20-ом Аганима ты играешь так? И когда ты играется? Да, играю так, но это должен быть уверен, что у меня есть очень сильный пис урон в команде, потому что если не будет овердемнеджа, то будет сложно выиграть на махарке. Махарк условно сильнее, чем физдамедж, потому что ему нужно меньше фарма, у него больше урона. Но скажем так, дабы выиграть игру, лучше играть на физон. Немного трештолка в чате, но подфолт ничего особо нового. Дусе, кстати, каким образом вообще тебя опережает? Опять же, я сколько наблюдает на мне карте, я не видел, мне макро не хватает, чтобы нести твои ошибки в арме. Кроме того, что пришел файт умер. Каким образом он может тебя перефармливать? Давайте столько убийств, когда у тебя герой с двумя медасами. Ты где-то ошибался здесь в парме? Я ошибся один раз, когда я умер от рома тайт хантера в моем лесу, был файт. Вообще, она меня перепармливает просто потому, что, скажем, моя команда находится в очень сложной ситуации. Если строишь счет, я думаю, там не будет все очень круто. У меня хардлейн прям ну в ноль слит, а против медузы это очень неудобно, потому, что медуза слабый лейнер, условно, да, и ты хочешь выиграть прочную линию. Если она выиграет линию, она начинает давить. Я не могу ничем ответить на арфартни, на ее очень раннюю агрессию по того рамка, потому, что там есть очень сильные герои на раннюю игру. Это, опять же, Лешак, который имеет миллиард урона. Есть Титхантер, у которого есть очень хороший контроль. Также Цем с замедлением и, опять же, миллиард урона. И на башнях. Поэтому у нас такая ситуация в этой игре, что она приходится отбиваться от них, а не нападать. И из-за этого у нее, скажем так, больше территории и больше возможностей для фарма. Она захотела, она зашла на мою тройку, запарила моих хэншитов. Я ничего не могу сделать. Вот сейчас твоей команде остается только вступать в какие-нибудь файты, чтобы давать себе максимально обзоры по героям, чтобы ты мог выбирать где-то будешь приметь правильно. Сейчас в моей команде по-хорошему было бы нажать смог до того не убили рошана. Вот прямо сейчас, когда они уже убили рошана, им нужно спит пушить. Они толкают линии, толкают максимально далеко, и чтобы не был выбор, что я могу отправить иллюзию например в мид, сам полететь на бот, зафармить и бот и мид плюс лес. Но мы наблюдаем ситуацию как они просто потопу, и это прям очень огромная проблема для нас сейчас. Все древние чуть ли не на всю игру закрыто. Я в момент, когда они убивали рошана, ты герой двигался потопа. Для чего? Если это очень странно выглядело. Я пытался максимально отодвинуть топ, чтобы оттянуть этот момент кайз захода хайраунд. просто героям по ощущениям ты так и не оттянул. Или просто проверка, мало ли кто-то из притенит на бест-пп-шнице. Я отнянул как минимум 30 секунд того, что пачку кайпа убил. Иллюзию. Да. Ну и с собой тоже. А здесь смерть это ошибка или ты именно намеревался отредиться к выкупам? Да, я не покупал себе орб, потому что я знал, что этот файт был изначально очень сложным. Мы не могли выиграть этот файт без смертей, потому что медуза слишком большая, у них очень много кнопок. Я знаю 100%, что мне дадут травагу. 100%. По-другому этот файт не мог никак проходить. И у меня был единственный вариант это затредить жизнь медуза с эгисом мой бэкбэк. Так и получилось и зато мы взяли тимвайб. На самом деле достаточно круто, потому что мне докажется, что на арке нужно вообще без смерти играть. Тут такой трейд. Опять же момент, когда ты умер, мне казалось, что это ошибка, потом понимаешь, что у тебя бабок ровно на бай, что ты именно их дофармил перед телепортом. Что после бай умирает дуза. Это на самом деле очень крутые бабки, очень крутые экспо 23 уровень резко. По поводу таланта на 15 кстати, ты говорил про то, что не хватает скорости атаки, но ревый талант он очень кайфов, и его по моим наблюдениям берут гораздо чаще. Ты всегда берешь скорость атаки на редкликере арке? В последнее время, да, я на кириарх арк не беру скорость атаки. Раньше я всегда брал кдр и был ярым фанатом этого таланта потому что кдр нужен для всего у тебя активные предметы у тебя активные скиллы у тебя все с кулдауном но увы в реальной скажем так игре получится так что 40 атак спида иногда могут решить убьешь ли ты героя плюс насколько быстро будешь фармить аталант на 25 уровне новый на этом сказался или нет скорее даже сказалось то что там поменяли местами и раньше если берешь кдр ты всегда брал урон спарков всегда брал урон спарков и ты считай играл в полумагического полуфис арквардена сейчас у тебя есть выбор или ты играешь ну что только фис или только маг антимаг кстати насколько серьезный противник на аркварден потому что тебя сейчас значительно больше половины урона это магический первый третий магия молнии магия мкб магия физы у тебя 1200 но не только антимаг в принципе такие резистовые к магии героя или против них ты стараешься прайш играть какие-нибудь дайлас и так далее антимаг сильный против аркварден он сильный не замах резиста аркварден за мобильность мобильность он может принять из блинка просто убить у тебя нет эскейпа на самом деле антимаг если подставляется то есть если он жмет плинк не в тебя а прервтового тиммейта и ты его можешь пить он умирает очень легко он умирает после дайдалуса за пару тычек но в реальной игре во-первых антимаг сплитит линии намного лучше арквардена намного лучше арквардена плюс он может добраться арквардена быстрее чем аркварден его зафокусит поэтому антимаг очень сильный герой такие же герои есть а шторм шторм один из самых сильных контрпиков арквардена шторм антимаг просто потому что арквардена нереально сложно держать позиционку против них вообще в принципе этот факт что у тебя преобладает магический урон всю игру тебе особо не мешает играть против тайдов с худами и героев и далее да на самом деле у меня 200 урона с руки это не так мало как кажется во-первых бкб ну правильно закончится урон от мюнера плюс мкб он придет даже через худ то есть худ там срезает конечно но все равно очень чувствуется по поводу бкб бкб для койц или куплено ты не можешь сдержать позицию играть без бкб или тебе хватает урона чтобы взять бкб и иметь больше возможностей в позиции в этой игре бкб куплено с той причиной что у меня нет ббк тиммейты донтики слабые и если вдруг мне прыгает тэдхантер и меня фокусит через магию и я умер мне сусит трон мне нереально важно прожить даже на секунду больше файта поэтому мне приходится покупать бкб в ущерб урона и контроля тоже охранительно я бы наверное старался без бкб играть прости тогда наверное особенно тяжело не замеря на то что опять же не кто-то из передов супермобильный радиус огромный по поводу блинка как блинку относишься на арквардане знаю очень много игроков которые берут чуть ли не третьим салатом этот предмет обычно я беру после мюнера или блинг на ловкость или скади зависит от игры здесь выбор мкб исключительно из того что медуза может бабочка игрок закончит игру мне нужен очень сильно был урон причем дольки дешевый а мкб дольки дешевый урон не смотрели на что я не мог себе позволить подразить деньги или на скади который мне не дал бы урона или на блинк который дал бы мне мобильность но он очень дорогой он тоже дает урон но слишком дорого мне уже были дешевые артефакты поэтому выбор на мкб и пал блинк очень хороший выбор но опять же агильный блинк если обычный блинк ты покупаешь смысла не так много его надо сразу апать можно купить мобильный блинк то есть агильный и купить сразу бабочку и тогда ты получаешься прям очень сильным героем у которого миллиард урона миллиард мобильности а вот сейчас когда ты фармил малый спот во первых малый спот очень мало денег во вторых у себя не было обзоры на лишь рака еще на кого-то герой было одновременно обзор на трех персонажей тебя могли тп на себе бить плюс у тебя нет информации на вражеский vision то есть ты сейчас не рисковал ли я не рисковал не в том ну как минимум если берем то что меня если бкб я могу взять тапаут телепорт был в кулдауне 20 секунд это понимаешь я не могу описать что я точно я чувствовал но я пример понимаю где герой находится я ведь играю не первый день кто-то правильно и я понимаю что они на меня не будут нападать это очень сложно полетать то же самое что я сейчас и в лесу и на самом деле они могли радар нажать что такое но я спокойно пушу топ и улетаю обратно на базу топ 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 база это почти весь мой гейплей по игре как ты видишь и опять же архварен такой герой которым даже иногда выгодно рисковать если ты умрешь ты издешь очень много спейс этого команда фармит конечно это очень плохо для условного буста потому что ты играешь только на себя но по макро игре ты выходишь плюс в любом случае я был бы не против даже умереть на маленьком споту но она подняла больше артефактов потому что мы опять же спорим на творце мы отстаем конечно купы сейчас на творчество начинает подниматься вверх потому что мы брали пару файтов но если ты помнишь что мы отставали на очень больших кучцев золоток андерийных раунд на самом деле в тот момент почти две минуты добавля в кулдауне телепорт нет обзора на двух героев противника и очень рискованно выглядело но ты понимаешь 6000 для тебя не рейтинг 6к игроки да это рискованно выглядит но на самом деле если подумать например понимает что то же самое лишь шаг будет бояться пойти тебя убить потому что сколько раз он не выходил его даже одна моя иллюзия пощупевала а если он выйдет на меня пусть иллюзия иллюзия а иди спатья уступил потому что тебе слать жалко или потому что она тогда может сыграть без боя а ты сыграешь с выкупом я скорее успела еггис потому что я знаю что умеет бкб ему держит позиционку ей же позицион лежать намного сложнее у нее герои которые тоже чуть не притык быть чтобы кидать скиллы у меня атак спит очень большой у меня люкс большой ренж у меня из парки мне не обязательно играть очень сильно контакта вот пример ей пришлось прыгнуть прям под героем наверное по сути за вот эти две смерти нереально много позиции ну и слово оппозиции к драгон ленцу как относишься с одной стороны пика минус лот с другой стороны против этой же дуса контрпиками дуса считается наверное одними из самых удачных не будем про это метод говорить но снайпер когда в мете считается что-то не лучшим контрпиком дуса пика в самом деле очень классно артефакты нужно опять же рано трасса потому что это ранее очень дешевая например можно вспомнить мету с мипа когда мипа популяри покупали дранс потому что ранее дешевые соты на паре пример так же сама работает атак range тебе хватает даже без драйон лэнса просто потому что есть талант очень классный талант и родного атака очень много вот после у меня один талант 730 да просто я спокойно битовара и ничего не боюсь я страшно все мертвые но так же сам был бы если они живы были атака большой родной атаке это оба игра причем очень смелая временами особенно вот этот трейдбай прогулки по топу некоторые прямо очень рискованно выглядели показываю статистику тебе есть что еще по игре добавить на самом деле вот это показательная игра тем что казалось бы игра довольно сложная мы проигрывали достаточное количество золота если учитывать то что мы играем с Аркварденом то есть не забывайте что это как алхимик и ты имеешь много нетворца но ты не такой полезный то есть у тебя героев фармить много но он сильный тогда когда прям очень много нетворца они заходят на хайраунд и мы выиграем игру чисто из-за того что Аркварден очень легко дофет хайраунд у тебя щит у тебя есть парки они вынуждены ошибаться они вынуждены зайти чуть ли не под т4 они зашли под т4 они ошиблись проиграли игру и ссылка на твич будет в описании кому интересно обязательно залетайте передавайте приветы очень крутой очень скилловый игрок опять же сами понимаете до 6500 с минератом 90 с лишним процентов это звучит дико и всем огромное спасибо за просмотр ставьте тоже обязательно лайки один бесплатный клик зато огромная помощь каналу и не стесняйтесь писать ваши комментарии увидимся